Приветствую вас! Для начала давайте попробуем с вами сказать так. Вот, говорите вы о том, что у вас есть комплекс. Но ведь что-то вас натолкнуло на мысль о том, что они у вас есть. Вы решили, тому понятие комплекс, оно у вас уже есть, и раз оно у вас уже есть, значит вы, наверное, в него что-то вкладываете, ну, в это понятие, в понятие комплекса. И для начала давайте попробуем с вами подумать, а что же вы таки вкладываете в понятие комплекс для себя. То есть, что комплекс для вас? Вот суть комплекса для вас. Почему вы посчитали, что у вас именно комплекс? И не один комплекс, а несколько, как я понял. Ну, с чем-то, наверное, ваша позиция, ваше мнение с чем-то, оно связано ведь, я думаю. А раз так, сначала неплохо бы определить, хотя бы на уровне понятий, почему вы считаете, что у вас все-таки комплекс. Чем вы руководствуетесь при таком обозначении того, что с вами происходит. Чем вы подтверждаете хотя бы сами для себя факт наличия у вас комплекса. Далее, в принципе, здесь можно было бы вам рассказать, что такое комплекс. То есть, по сути, рассказать вам о том, что он из себя представляет, вот, сам по себе. Что сам по себе представляет из себя комплекс. Но, на самом деле, я не думаю, что это для вас сейчас актуально. Почему? Дело все в том, что у комплексов много, но, по крайней мере, несколько определений. И мне бы не хотелось загручать вас этими определениями, чтобы вы увидели, значит, в этом какое-то соответствие с себе. И, а это вполне возможно, потому что вы и так уже подумали, что у вас комплекс, хотя вам, естественно, более чем уверен, никто не ставил диагнозов. И с психологами вы, скорее всего, не работали никогда. И вот, чтобы этого не было, как раз-таки, я не хочу говорить вам, что такое комплекс. Но что-то вам мешает выходить на улицу, как вы говорите. Значит, давайте подумаем. А что же именно мешает вам выходить на улицу? Что не позволяет вам это делать? Что-то стоит препятствием на этом пути. Блоком, если угодно. Вот. Определим это. И тогда будет более узкое направление, в котором нас с вами нужно будет двигаться. И только здесь, она вся в том, чтобы правильно вычленить первопричину ваших проблем. Именно в первопричину. То есть, почему так сложилось? Почему так получилось? Далее, вы пишете такую вещь, что значит, стали вы ненавидеть людей. ну, вообще-то говоря, это, вообще-то говоря, это, в этом нет ничего удивительного, в том, что вы стали ненавидеть людей. Если вы боитесь, допустим, выходить на улицу, если вы не можете этого делать, то, соответственно, как вариант, вы выходите на улицу, вы видите, как другие люди это делают, делают достаточно спокойно, и вас это, конечно же, у вас это вызывает зависть, потому что, ну, сам это вы сделать этого не можете, и раз у вас срависть, значит, вы воспринимаете людей, по крайней мере, окружающих людей, других людей, как тех, у кого есть то, чего нет у вас. Ничего удивительного в данном случае в ненависти нету. Можно сказать вам, только то на это, что, ну, во-первых, вы видите лишь те аспекты, те моменты, которые, ну, возможно, скорее всего, хотите видеть. То есть, как бы, голодных везде видит еду, там, тот, кому холодно, везде видит теплую одежду, тепло, ну, и так далее. То есть, все то, что могло бы ему помочь, условно говоря, решить его главную насущную проблему. так вот, так же и вы. Вы обращаете внимание лишь на то, что вам самой кажется нужным именно вам. И если бы у вас было то, что вы замечаете у людей, ну, скорее всего, ни о каком, ни о каком, ни о какой ненависти речи бы не шло в принципе. Соответственно, тут нужно сказать, что вы видите лишь внешнюю сторону того, что показывают вам люди и не отдаете себе отсчета в субъективной стране, в процессе и не будете отдавать до тех пор, пока будете сравнивать себя с другими людьми. Не понимая при этом, что у вас свой путь, свои сильные и слабые стороны, которые вам вероятно еще предстоит только открыть и поснать, и тогда вы перестанете сравнивать себя с другими людьми, а соответственно перестанете себя считать наверняка хуже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделать его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.